всем привет с вами ладкор сегодня у нас тема как влияет на гитарный звук гитарный кабинет немножко такой смешной интересной истории из жизни расскажу когда-то очень давно лет 15 назад я хотел работать в компании джем вот и это дистрибьюторы соло ямаха магазины много кто знает я пришел устраиваться как продавец не работы ничего не было вот и там интересный был вопрос чем отличие это смешно извините вопрос с подвохом вопрос на таком чем отличается гитарная комната от гитарного кабинета но это наверно для тех кто вообще не высекает чудаке вам написал конечно отличиями не взяли как вы понимаете на работу вы мне вот сейчас видите не работаю в компании джем но это очень и очень смешной был вопрос гитарная комната это просто там где у вас гитара или усилителя гитарный кабинет это колонка пассивная в большинстве случаев которой находятся динамики в основном это 12 дюймовые динамики это для тех кто не знает если например новичок смотрит канал впервые значит как он влияет на звук он просто максимально влияет на звук быть даже себе не представляете как может звучать одна гитара и один усилитель в разные кабинеты и я тоже пока у меня не было большого выбора кабинетов не представлял значит смотрите на студиях часто я уже говорил чтобы сэкономить место делают один кабинет 4 по 12 и расставляют в него либо 2 плюс 2 то есть два одни динамика два других абсолютно кардинальных или вообще ставить 4 разная динамика но из самых таких самых супер известных динамиков гитарных это сэлэйшен винтаж 30 30 винтажей называются потом гринбэйки гринбэйки потому что не зеленые сзади потом крембэйки такие кремовые сзади отличаются потом это это все слышен их очень много можно перечислять дальше у мяса буги black shadow есть потом у нас есть в твин ревербе скажи дженсоны дженсоны в твин ревербе потом есть эминенс легенд например очень известные более старой не помню как называются имененцы в общем выбор настолько их велик настолько же и звук эти динамика очень сильно отличается чем отличается ну смотрите нужно подбирать ваш усилитель так забегая наперед ваш усилитель нужно подбирать вместе с гитарой и с кабинетом в идеале когда вы выбираете и у вас есть возможность вот у нас мой новый сказать так сказать хорошие знакомые уже и наш покупатель артем он мы недавно познакомились он также юрист как я только я уже ушел от этих дела он сейчас активно этим занимается но как бы он вернулся к моего возраста парень примерно он вернулся к гитарным вот этим своим хотелкам которые видимо раньше не мог сделать занялся там своим бизнесом и сейчас вот вернулся к этому гитарам и мы ему выбирали эту сказать позвонил сказал хочу гипсом все капец мы начали там выбирать классик не классик стандартам по бюджету выбрали классик более яркий звук ему понравился и начали слушать заранее усиление значит переслушали все что здесь есть абсолютно на клинах там на перегрузах значит вокс фендер твин меса буги которая еще продается господи как экспресс 550 525 sl5 маршал это мой значит послушали род кинг здесь есть послушали фдшку и послушали также мои несколько усилителей у меня есть плекси 59 мк2 перед зданием где-то девяностых но с модом от компании вуду с 34 слешевский звук типа фдшный у него есть спецификов когда ты включаешь этот усилитель хочется выплюнуть свои уши просто потому что он настолько верхастый просто очень яркий настолько яркий я не знаю ярче чем солнце в июле в общем есть этот минус очень сильные бы всегда почти включал винтаж и они в принципе довольно таки середине середине 100 верхастые что ли не знаю когда его включал времен с вообще капец они очень верхастые динамики в общем мне не понравился его саду мы ну ладно придет время когда-нибудь и мы послушаем его включим еще раз в основном я перешел на вот а в дэшку мы сравнивали также был и кстати забегая наперед он его выбрал g7 800 и с модом хогейна вам мы также брали именно непосредственно от самих вуду ампс есть у них виплекс 50 он на двух силовых лампах елках и тридцать четвертых но он такой немножко совсем как старый плекси звучит такой не застый какой-то такой резиновые непонятно до конца в общем мы это все слушали и меняли постоянно кабинеты усилители один там один взяли усилитель его во все кабинеты натыкали вам другой усилитель в эфи кабинеты натыкали мы так 22 дня мы слушали в разные дни и пришли к выводу например что идеально подошли g7 800 имена вот с его лп классиком кстати из его он приходил с music man люк первый идеально просто подошел g7 800 и 2203 с айгейн модом он хотел более такой еще тяжелый звук что был кроме обычного и прямой кабинет с винтажами 30 маршаловский тоже черный у нас был один ничего они настолько сочно звучали вместе все что я даже подумал может мне не продавать его потому что но как-то знаете подружилась а ты как не тут мы перетыкали во все и вот это прям идеальная пара была просто ну не к чему придраться почему так вышло ну просто об опытным путем я не знаю как объяснить я не знал какой кабинет подойдет к этому усилителю к этой гитаре или или ко второй при этом я еще достал вот приехал недавно рассказывал не рассказывал короче неважно расскажу если не рассказывал приехал кабинет hdrx 100 у нас есть если помните кто не помнит опять таки скажу hdrx 50 и 100 это усилители бутиковые от компании 1 с которой в штатах они делают стоят кучу денег абсолютно то есть они в районе трешки стоят сотка больше трешки 50 50 ватт он чуть-чуть 2 900 или что-то такое у нас там на распродаже он находится новые усилители которые взяли amp маршал если не ошибаюсь джимми хендрикса 69 года разобрали и сделали аналог возможно как-то его там доработали звучит фантастически просто усилитель и к нему я заказывал также кабинет 4 по 12 к сотке 2 по 12 еще один приедет к 50 тому же кто как захочет в общем и даст и не все не решался он ухухуха огромный просто он слева от меня его не видно огромный этот кабинет пересовский 4 по 12 я говорю слушай но мы все послушали два послушаем и его а у него как раз скримбеки у меня их нет я вспомнил о а что если послушать этот очень песклявый очень песклявый маршал с этим модом вуду в общем я включил и просто офигел вместе с артемом потому что и это просто идеальная пара то есть он какой-то вот пересовский он серединиста не застый и не застый а усилитель плекси с этим самым с модом от вуду он очень верхасток я вам сказал что хочется уши выплюнуть так вот когда мы включили они вместе запели они просто идеально начали звучать один другого дополняет причем ну ты любую гитару берешь переставляешь и но все круто это очень важно подобрать как вот только опытным путем или так как я понимаете там купил один кабинет включил в усилитель а ну ок продадим не подходит приехал другого вот этот лучше звучит я вам скажу что вот фдшка у меня я до сих пор не знаю как мне на какой мне звук больше нравится то есть гринбеки не давайте наоборот нет я использовал винтажи 30 маршаловский кабинет и они звучат собрано вживую это идеально то что я слышу я мне нравится этот звук когда его начинаю записывать через см к 57 классика звука знаете такого олдскульного я слушаю и звук какой-то резиновый вот чего-то в нем он как будто процессорный я не знаю как это еще объяснить но такой типа очень модерновые что ли выходит с этими винтажами 30-ми но вживую мне все нравится но на записи не нравится какой-то вот не совсем живой он выходит как я только микрофон не двигают это все равно мне вот лично мне не очень значит поставил я здесь кабинет маршал с а это x называется скошенный и на нем гринбеки ну вживую честно сказать мне если она винтаж 30 ставил так на 12 часов и все было идеально то тут мне нужно так бас убрать верха добавить середину добавить там счета еще приходится до круче вода это несложно но все равно немножко не то я вот думаю дай-ка попробую запишу просто взял и записал на буду вернулся на 12 часов а тут же совсем другое дело звучит просто офигеть как круто эти гринбеки на записи прям вот то что хотелось слышать вживую я не слышу но на записи она есть и короче ты такой в итоге нужно два кабинета оставлять знаете в один играть в живую а второй записывать ну я не знаю реально разница колоссального в пропасть между двумя в казалось бы два кабинета маршал один там винтажи 30 другой гринбеки винтажи 30 кстати весят больше там больше 40 килограмм этот весит по-моему до 30 или около 30 килограмм то есть сами видимо магниты меньше весят и меньше занимают и ты такой блин чё делать и потом еще пересос я кстати не знаю как еще звучит буду пробовать афд свой в кримбеки эти пересовский кабинет до конца мне не ясно как она все будет звучать но то как звучит именно плекси это и реально вот а когда я включал плекси винтажи 30 она не звучала к чему это все рассказываю к тому что очень сильно влияет как влияет да очень сильно влияет то есть только я вам несколько не могу сказать какой кабинет лучше потому что нужно исходить из ваших задач если у вас ну давайте так если подытожим по моему опыту если у вас плекси стайл какой-нибудь более-менее современные усилители не тот который кастрюльный как говорят звук плекси а вот кувер хастенький значит берите кримбеки это идеал будет если у вас не застый звук усилителя или гитары например как у меня вот перес все-таки подойдет наверное больше винтажи вам подойдут винтаж 30 или как среднее промежуточное звено кабинеты с гринбеками но только винтажи 30 будут более модерновый звук а гринбеки будет более винтажный звук такой немножко он будет распылять звук интересно так по-своему если у вас серединиста не застый звук еще вариант рассматривать как называл вам их имена имена с легенд вот потому что эти динамики довольно верхастая как по моему опыту для клина дженсона и офигенно звучат для меня американский звук или те же она гринбеки у меня на воксе стоят восьмидесятых они по-своему хороши но у них более густой звук на клине то есть каждому нужно подбирать по своим задачам не будет у вас такой о влад а какой у тебя самый крутой кабинет да не все классные потому что я такие вопросы встречал какой кабинет лучше но еще кстати еще один важный момент какой кабинет брать 4 по 12 1 по 12 2 по 12 зависимости сколько у вас места вы можете сделать на усилитель тихонечко громкость и пилить 4 по 12 4 по 12 будет давать вам вот этот объем который вы привыкли поэтому даже мне много людей домой брали 4 по 12 и несчастливы потому что ты или оттенюатор докупишь просто и раскачаешь и там эти динамики или на усилителях часто ручкой громкости использующие все тише делать на 8 на 9 часов потому что если вам совсем тихо нужно играть ну вот все соседи там уже по батарее начинают стучать я не знаю а может и милицию вызвали уже то тогда лучше брать десяти или десяти двенадцати дюймовые динамики если среднее помещение у вас можете два по 12 брать но в целом никто не запрещает и никогда не было такого что типа нельзя брать четыре по двенадцать домой это бред то есть вам все равно разгонять динамик нужно какой-то громкости чтобы он и он будет ну одинаково звучать громко что с 12 там дюймового что с 4 по 12 кабинет будет но у них объем будет разный 4 по 12 будет более объемные потому что на вас будет дуть как бы из четырех динамиков они с одного вот но также можно использовать одну по 10 один по 10 или вообще есть маленькие камни бы комбики их пукалки называют восьми дюймовые там или 6 вообще маню малютки но они неплохие для своих нужно там уже речь о звуке не будет идти вам так скажу что хороший динамик это 12 дюймовый динамик ну и на крайняк 10 десятка как бы все дальше я бы уже не стала рассматривать наговорил я вам конечно много наверное собрать это все воедино очень сложно но я надеюсь как-то попытался до вас достучаться и объяснить что всегда выбирайте под свои задачи кабинет усилитель когда у вас все берут первую очередь гитару потом думают про остальное так вот подумайте какая у вас гитара в первую очередь верхастая или там спектр проведите просто посмотрите в программе исходя из этого уже подбирайте к ней усилитель и кабинет если вы сами не можете напишите мне найдите меня я вам с радостью помогу посоветую из того что есть или помогу привести под заказ или наличие да и в принципе и гитары тоже можно у нас выбрать лоткор гитарс точка ком и там все мои контакты можете мне найти фейсбуке в телеграме ну и по телефону соответственно так что еще маленькая рекламка кроме этой посмотрите клип на нашем канале и обязательно подпишитесь у нас мы пытаемся набрать подписчиков клипы интересные музло овощи топ вы просто обязаны зайти туда прокомментировать поставить лайк и подписаться ну и на этот канал конечно же тоже лайк и подписаться много от вас хочу но это не сложно мне кажется а вот я вот вам много всего нужного рассказываю и это сложно и много лет так что все всем спасибо поставили лайк не поставили всем пока